Каждый год по окончанию зимнего периода в городе начинаются работы по благоустройству улиц, расчистке дорог и тротуаров. В каком режиме будут проводиться данные мероприятия, в текущем году измаильским СМИ рассказал городской голова Андрей Абрамченко. У нас, к сожалению, город находится на нетвердых грунтах, суглинок, зима была влажная, очень много просадок и повреждений магистральных водопроводов, магистральных контроляционных коллекторов. Пример – это улица Савицкого-Пушкина, просадка коллектора на глубине 8 метров. Как отметил городской голова, на данный момент этот участок является самым проблематичным, так как тут необходимо осуществить замену магистрального коллектора большого диаметра на глубине 8 метров. Мы должны зайти на глубину 8 метров. Вы представляете, какой должен быть котлован, чтобы не осыпалась земля, чтобы мы обеспечили безопасность работы. Конечно, мы на этот шаг не пойдем, потому что просядут все дома, которые рядом идут. Принимается решение, проектное решение, это проколом. Полиэтиленовой трубой на большой глубине. Были делаться очень глубокие приямки 8 метровые, а это три этажа. Так, чтобы было понятно. Глубокие с укреплением стенок, потому что мы должны обеспечить безопасность работы на глубине. И путем специальных проколов проходить отрезками по 5 метров, сваривание трубы, проходить до улицы Покровская. Для точного выяснения обстановки в месте просадки на 8-метровую глубину были опущены аппараты видеонаблюдения. Сейчас рассматриваются разные вопросы, но для нас это серьезный вызов, потому что очень большая глубина. И это связано с просадочными грунтами. По всему городу очень много провалов. Сейчас эти провалы восстанавливаются. Мы это делаем в экстренном порядке, потому что туда может выпадать дождевая вода. И проводить к замачиванию грунтов очень много у нас подземных ходов, которые мы знаем и которые мы не знаем. Которые проходят под домами и даже есть некоторые, которые проходят рядом с многоэтажными домами. Образовавшиеся провалы приходится тампонировать и закрывать в срочном порядке, чтобы ограничить попадание в них дождевой воды. Проводятся работы и как по тротуарам сейчас, просадочные работы по тротуарам. Вот мы сейчас должны завершить противоаварийные работы в первую очередь. А потом уже приступим к текущему ремонту большими картами и так далее по городу. Весь перечень работ, которые мы проводили ежегодно, это дороги, уличное освещение, ремонт садиков, школ. Это все будет проходить в лечебных учреждениях. Это все расписано, это все будет делаться с наступлением погодных условий. Также проходят работы по расчистке дорог и тротуаров после зимнего периода. Зима была активная, очень много высыпалось противоскользящих смесей. Сегодня приходится смесь все это с города убирать, выметать. Это вы видели мелкий отсек, который смешивается с препаратами, которые не дают замерзания. И в итоге все это сейчас на дорогах. Температурный режим, который сегодня тоже был, буквально неделю назад, минусовая, плюсовая температура, не способствовал сохранению дорог. Но дороги своевременно мы начали еще ремонтировать через феврале месяца, дабы не давать большего разрушения. Основные проездные дороги целые у нас. Все обратили внимание, да, есть еще маленькие ямки, но они будут уже в рамках текущего ремонта делаться. На данный момент уже устранены наиболее глубокие провалы с проникновением талой воды в подземные ходы.